Тема, которой я хочу коснуться, она весьма обширная, общая, связана вообще с жизнью человека. И вот эта передача, она является предложением предыдущей о здравоохранении, которое было в Советском Союзе и которое сейчас у нас в России. И вот как раз там специалист хорошо говорил о том, что медицина настолько ушла еще со времен Авиценны в какую-то сторону, а именно, чтобы с помощью знаний о врачевании можно было зарабатывать себе на жизнь. Но в целом-то мысль нормальная, любая профессия требует образования и так далее. Но вот когда во главу УЛА ставится не столько лечение и забота о человеке, который доверил тебе свое здоровье, а забота о том, что пользуясь соответствующими знаниями, ты начинаешь этого человека разводить на самом дорогом, на заботе о здоровье, при этом используя его как дойную корову, чтобы это был твой гарантированный заработок. И вот как было сказано, что эта тенденция началась давно, конечно, люди есть разные, врачи есть разные, все под одну ребенку нельзя вести, но тем не менее, тенденция наметилась и вдобавок все это начало приходить в какую-то систему. Мой канал все-таки для умных, думающих людей, а не для тех, которые там, знаете, рецептик и все. И дальше вы там мне не нужны, я сам попробую. Вспоминается мне Иван Павлов, который на основании изучения физиологии предложил, соответственно, делать и лечение. Как это должно делаться лечение. На что ему врачи сказали, те, которые вот именно практикуют, лечат. Слушай, ты занимайся там своими опытами, вот что-то там открываешь и открывай. А вот в сферу лечения не лезь, мы тут сами. Ближе к нам вспоминаю высказывание Шаталовой Галины Сергеевны, которая была непосредственно знакома с Павловым. Даже, как она говорит, немножечко я с ним спорила. И она сказала следующее, что я еще, это какие-то там 30-е годы, захватила нормальную школу физиологии, которую на моих глазах начали разрушать. И в итоге, опять-таки, предлагать какое-то лечение, совершенно основанное не на физиологии, а совсем на других вещах. И в конце концов, вот мы с вами посмотрели видео, в котором вообще то, что было при Советском Союзе, что, чем занимало здравоохранение, и то, что является она сейчас в России. То есть, совершенно иные направления. И причем это направление симптоматическое, оно не заинтересовано в том, чтобы вылечить человека. Оно заинтересовано в том, чтобы зарабатывать на нем деньги. Убирать симптомы, при этом что-то убираем, что-то там другое портится от этого. Плевать, будем это лечить. И в итоге идет какое-то залечивание людей. Начинается с простого, что можно легко вот так вот сделать. И кончается там пересадкой органов, после чего человек гарантированно становится потребителем аптек. Вот это, так сказать, такое кратенькое введение, пускай это будет. И вот мы подошли к основному. Вот такой вот подход может просто-напросто перечеркнуть человеку жизнь. И так и бывает. И редко кто вот находит из всего этого выход, который сохраняет себя, свою жизнь, свою самореализацию, в конце концов. Мы сейчас послушаем рассказ женщины Ирины, которая прошла через всё вот это вот. И у неё сложилось своё собственное мнение. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Я решила вам записать в аудиоформате свой рассказ, потому что боюсь что-то забыть, что-то упустить важное. И сейчас я себе расскажу. Я родилась в Казахстане, в городе Павлодар. Родилась я недоношенная в 32 недели. У мамы была беременность в 32 недели. И она просто собирала ягоды. Я так поняла, что ей вызвали роды, потому что она не сама родила. Ей решили, что безопаснее вызвать роды раньше, чем рисковать. Не знаю, чем. Вот. И не стали сохранять почему-то дальше до 40 недель. И я родилась раньше срока. Родилась я слабая. 47 сантиметров, 2 килограмма. В три месяца я чуть не умерла. Меня откачали. Я умирала от воспаления лёгких. Потом у меня начались проблемы. У меня был ревматизм, плоскостопие, хронический бронхит. Часто была ангина. Из-за того, что у меня была часто ангина, врачи решили мне вырезать гланды и аденоиды. А из-за того, что у меня вырезали гланды и аденоиды, после 6 лет, у меня всё сразу уходило в бронхи и в лёгкие. Я помню своё детство, это банки бесконечные, бесконечные парафины мама делала мне, дышала над картошкой. Весну и осень я лежала до 5 класса, каждую весну-осень. Я лежала здесь в кинезе желчных путей. У меня были проблемы с желчевыводящими путями. Постоянно меня зондировали, постоянно с трубками лежала. В общем, я была очень больным ребёнком. В больнице был мой дом родной. Я так же, как домой туда приходила, всех знала меня, все знали. В общем, у меня было много хронических болезней. Дальше я вышла замуж в 19 лет, как только мне исполнилось. Мы переехали на Урал, и первая беременность моя, я простудилась, и меня положили на сохранение. И врачи случайно мне перепутали лекарства. Вместо расслабляющего мне поставили рассасывающее лекарство. Через несколько минут мне стало так плохо. У меня сделали УЗИ, УЗИ показало, что ребёнок у меня погиб. И у меня девочка была знакомая, хорошая очень, Олеся. И она меня увезла в частную клинику, сняла там эту палату. И они меня там спасали с мужем, заплатили мне за все процедуры. Получилось, что у меня первая беременность закончилась сепсисом. А после этого я не могла выносить детей. Мне так хотелось детей, а я их не могла выносить. Вот. Врачи говорили, что, наверное, это из-за того, что вы недоношенные. Ну, и вот сепсис, то, что перенесла. Потом мне всё-таки удалось выносить ребёнка. У меня произошёл стресс. Получилось, что я этого ребёнка потеряла. И на фоне вот этой потери у меня начали в матке расти всякие полипы и всё. Мне делали три месяца подряд. Мне делали одну операцию за другой. И тот врач, который делал операцию, он сказал, что у меня детей больше никогда не может быть. Потому что у меня от матки остался один такой, как воздушный шар. Такая оболочка, на которой невозможно ничему держаться. И детей мне никогда не будет. Вот. Но я всё равно хотела детей. Я ушла полностью в церковь. Три месяца я там вообще полностью, можно сказать, в церковью жила. Я решила почиститься по Малахову. Нашла книги, нашла, всё перечитала. И начала чистить кишечник, прочистила. Я удивилась, что в 23 года из меня столько всего вышло. Столько камней зелёных из печени. Я печень чистила маслом и лимонным соком. Кишечник я чистила там всякими эклизмами и голоданием. Я голодала. Вот. Да, я перед чисткой печени я ещё голодала, помню. Когда я чистила печень, я думала, у меня ничего не вышло, не получилось. Ждала до вечера, до вечера. Утром выпила масло, ждала до вечера. И ничего не... Думаю, всё, у меня ничего не получается. Пошла покушала пюре с котлетой вечером. И у меня как бы это получилось... Завело мой кишечник. Печень получила с чисткой печени хорошо. И вот после этой чистки у меня прям казалось, что я дышала прямо не носом и ртом, а я дышала прямо кожей. Я чувствовала, как я дышу всей кожей. И вот после этой чистки я смогла родить и выносить ребёнка. Назвала его свят в честь, чтобы Бог прославился через это рождение. Вот. И потом ещё я родила ещё... Ну, в общем, у меня сейчас четверо детей. Двое уже больших. А вот пять лет назад у меня произошёл ещё один стресс. У меня мама умерла. Она была моим близким другом. И у меня на фоне этого... Ну, ещё у меня стресс был один. То есть у меня в одно время несколько происшествий в жизни случилось. И это было в 39 лет. И это меня подкосило так сильно. И у меня опять образовались полипы. И образовались три миомы. Из-за этих миом у меня были сильные потери крови и сильная анемия. Так что я не могла ходить. Две лесенки пройду и дышу, как бабушка. Все оглядываются, думают, бабушка идёт. А это я вот так. Мне было смешно, конечно, но как-то не очень уже потом стало смешно. И я послушала видео Геннадия Петровича про керосин, про тодикамп. Я быстренько купила керосин и заказала на Украине зелёные грецкие орехи, чтобы сделать тодикамп. Вот мне их привезли. И я сделала сама настойку. И уже на 15-й день. А это и как она стояла, керосин с орехами. А я начала принимать. И две недели я пила вот это вот. И я пила, конечно, дозу лошадинную, мне кажется. Я пила, я прочитала там в книге, что этот дикамп помог. О, керосин помог одной девушке избавиться. Ей оставалось жить там сколько-то времени совсем. Врачи сказали, не помню, в общем, чуть ли не три дня. И я думаю, она исцелилась. И я тоже рискнул, потому что уже вообще плохо мне было. Я упала в обморок прямо на газоне. С собакой, когда гуляла, люди вокруг идут. Я упала, и никто из людей даже не подошёл. Вот интересно, в наше время упадёшь? Ну, я с собакой гуляла. Собака смотрит, удивляется, когда я уже очнулась, встаю. А все люди идут, вокруг никто даже не подойдёт, не поможет. Я удивлена, в шоке. За наших людей, за наше время решила я конскую дозу пить. Я пила по столовой ложке три раза в день. Тодикамп в течение двух недель. И вот через две недели у меня эти миомы, они выпали из меня. Чувствовала, я прям почувствовала, как такие шары отпали. Но у меня была сильная кровопотеря. Через какое-то время небольшое я вообще уже... Я знала, что я избавилась от этих миом. Я знала, что я вылечилась от них. Но у меня была потеря крови, у меня была сильная аниме. И я сама себе вызвала скорую. А они приехали, и мне сделали операцию в больнице. И удивились, что по УЗИ у меня в течение пяти лет есть там миомы большие. А когда сделали операцию, у меня там ничего не было. Ни кист, ни миомы, ничего. Просто у меня была потеря крови большая. Мне перелили кровь. В общем, сказали, что в течение пяти лет те врачи, которые мне делали УЗИ из разных больниц. Я и в санатории была, и в разных городах. И сказали, что везде были просто непрофессионалы. На самом-то деле у меня этих миом и не было. Раз я не делала операцию, значит, невозможно от них избавиться без операции. Я не стала говорить, что я пила керосин. Потому что я побоялась, что куда-нибудь меня в другое место в больницу в другую увезут. Вот так вот. Дальше приехала домой. И чувствовала себя хорошо. Вот это вот я хотела рассказать, что врачи говорили, что у меня детей не должно быть. Я родила четверо детей. Спасибо, Геннадий Петрович, за ваши книги. Мне кажется, что не я одна такая, которые помогли, жизненно помогли выжить, иметь детей, вылечиться без медицины. Мне кажется, медицина здесь бы не помогла нисколько. Но я ещё верующий человек. Молилась всегда, постилась, верила. Спасибо вам за ваши книги, за ваш труд. Я считаю, что вы свою жизнь проживаете не зря. Очень много помогли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!